Привет, мои солнечные зайчики, с вами я Настя, добро пожаловать на мой канал. И вы попали на очередное обустройство, и вы спросите, для кого же я обустраиваю эту квартиру, но вы не поверите. Эту квартиру я обустраиваю непосредственно для своей ОС. Вы скажете, как это понимать? Совсем недавно я обустраивала дом для своей команды, почему только для моей ОС, и где же будет жить моя команда? Вы будете свиняться, и вы для начала не поверите. Моя команда не будет жить со мной. Дело в том, что я в своем инстаграм-аккаунте, кстати, подписывайтесь, ссылочка на него есть в описании, устраивала такой опрос, убрать ли мне команду, и большинство проголосовало за да. Просто мне кажется, что команда мне стала как-то поднадоедать, что ли, потому что в ней я не вижу особого смысла, я не хочу постоянно с собой таскать этих девочек. Мы, как бы по легенде, так и останемся подругами, будем, типа, вот общаться, да, и, в принципе, ничто нас не будет разлучать. У них будет своя жизнь, а у моей ОСКи своя, то есть она будет жить как одна, она будет жить одна в своей квартире, как обычная студентка. Ну, я, конечно, понимаю, что квартира это роскошь для студентки, но не суть, это уже только, так что тут все возможно. Ну, а девочки из моей команды будут вести свою собственную жизнь, будут жить отдельно в своих городах и странах со своими вторыми половинками или в одиночестве, это уж как им угодно. Возможно, периодически я буду снимать такие видео, где мы будем с ними, типа, встречаться и так далее, но не волнуйтесь, на самом деле на моем канале не будет скучно, и жизнь моей ОС, она ничуть не хуже, чем жизнь моей ОС вместе с ее командой, потому что я буду снимать, в частности, про свою, ну, про свою ОС, про Мэтью, про разных ее знакомых, и, возможно, жизнь будет как-то меняться, будут меняться эти самые знакомые. Я создам на своем канале плейлист под названием My Team, моя команда, и туда сложу все видео, которые я снимала со своей командой. Ну, а в скором времени я сниму такое видео про рум-тур по этой квартире, потому что это еще не финальный вариант этой квартиры, дело в том, что я записываю озвучку уже гораздо позже, после обустройства этой квартиры, и я ее уже немного поменяла. И помимо рум-тура в этом видео будет еще такая беседа по поводу, ну, дальнейшей жизни моей ОС, то есть, как она будет жить дальше, то есть, возможно, она будет жить дальше с Мэтом, может быть, без Мэта, я не знаю. И с этого момента моя ОС будет вести жизнь студентки-блогера. Она будет богаче некоторых студентов из института, потому что она будет получать стипендию, как и все остальные, ну, и также она будет зарабатывать на блогинге. Ну, и, конечно же, у нее будет еще кое-какой заработок, который ей подгонит ее тетя, но об этом я вам расскажу в видео, в котором я буду рассказывать про дальнейшую жизнь моей ОС. На данный момент моя ОС находится за городом в Голландии, потому что, как бы, сейчас она уже живет одна. Она уехала одна за город, решила отдохнуть там. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы можете за этим всем наблюдать, потому что я регулярно выпускаю посты, так что подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Я, на самом деле, достаточно долго мучилась с квартирой и со всякими, как бы сказать, тонами, цветовой гаммой вообще, потому что моя проблема была в том, что я для новой квартиры, как бы, не беру, не собираю новые предметы. То есть я беру эти предметы из своих старых домов и квартир. И в этом как раз-таки и была моя ошибка, потому что эти предметы подходят исключительно для тех интерьеров. Но когда я уже переезжаю в какое-либо другое место, я просто понимаю, что, типа, я никак не могу обустроить эти гребаные квартиры, что со мной не так? Я же вроде как хотела бы учиться на дизайнера интерьера, и в итоге я, как бы, осознаю, что я полная бездарность, и я не могу обустроить квартиру в 2D-шной игре. И я такая... На что я вообще тогда пригодна? Ну, в итоге я все-таки решила поднять свою ленивую задницу и пособирать новых предметов, потому что, если честно, я, как бы, меня на сбор новых предметов сподвигли ваши советы в Инстаграме, потому что я устраивала опросы, и в конечном счете у меня получилось сделать нормальную квартиру, и это не сравнится с тем, что вы сейчас видите. Я понимаю, что здесь сейчас царит полный бардак, и не надо мне писать в комментариях, типа, эта квартира какая-то там ужасная. Я все прекрасно вижу и понимаю, потому что, на самом деле, эта квартира в дальнейшем будет выглядеть совсем по-другому. Это вы все, естественно, увидите в рум-туре. Ну, и теперь я хотела бы вам немножечко поведать о сериале, который я вскоре начну снимать, потому что вы проголосовали в моем Инстаграме за проблемного ребенка. Сериал называется Problem Child, ну, или же название сериала будет что-то типа либо Problem Child, либо все-таки семья с какой-то фамилией. Дело в том, что у меня на примете две фамилии, и я, наверное, об этом вам скажу уже в сообществе, и вы выберете, какая фамилия вам нравится больше. Так что я не буду вам сразу же открывать все. Но, да, я знаю, что я вам уже говорила, что я не буду снимать семьи, но эта семья будет реально незабываемой, потому что там этот сериал должен заставить вас проявлять все ваши эмоции и грусти, и радости, и любовь, и все. Потому что там, в этом сериале, будет собрано все самое классное. Там не будет просто обычной жизни какой-то семьи. Там реально будет прям хардкор-левел просто. Ладно, это я уже перегнула. Я, конечно, постараюсь, чтобы было настолько классно, как я вам это говорю. Ну, не знаю. Так что я очень сильно для вас постараюсь, потому что мне кажется, что вы все очень рады будете увидеть этот сериал. Ну, а мне приходится с вами прощаться. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. При желании можете подписаться на мой канал и на мой инстаграм, опять же ссылочка есть в описании. Всем удачи и всем пока, мои зайки. Целую, люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok